Здесь нужно указать то, что вы видите, да, как вы видите, есть беспилотник, взрыв, ракета, ДРГ противника, или то, что вы не понимаете, просто какая-то угроза, о которой необходимо сообщить. Нажимаете «Сообщить», да, после этого делаете фотографию. Сообщение о возможной угрозе идет напрямую силовикам. По словам разработчиков, приложение оптимизирует устранение беспилотников и других внешних угроз. Это приложение разработано командой разработчиков от Народного фронта, появилось оно не так давно, этим летом, и создано оно в первую очередь для того, чтобы жители, да, наши граждане, которые увидят какой-то непонятный объект в небе, либо где-то увидят взрыв вдалеке, либо увидят ДРГ противника, да, непосредственно на территории Российской Федерации, могли оперативно сообщить во все ответственные за это ведомства. За два месяца работы «Радар» уже показал свою эффективность по борьбе не только с дронами, но и с диверсионно-разведывательными группами в разных регионах нашей страны. Конечно, благодаря бдительности граждан. Граждане пользуются им достаточно активно, да, мы, к сожалению, не обладаем общей статистикой, да, и в первую очередь мы здесь работаем не на количество самих обращений, а на количество ликвидированных угроз, да, и вот благодаря этому приложению, например, в Брянской области уже были сбиты два беспилотных летающих объекта. Сделать «Радар» настольным приложением для своего смартфона предложил рязанцам и губернатор Павел Малков. Он подчеркнул, что программисты еще работают над модернизацией программы. Пока оно есть только для андроида, но сейчас специалисты думают, как вывезти его на iOS, на iPhone. Соответственно, через приложение можно сообщать о беспилотниках, если мы видим что-то подобное. За пару месяцев «Радар НФ» уже скачало порядка 50 тысяч человек. Пользоваться им просто. После установки нужно авторизоваться в системе по номеру телефона и следовать инструкции. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».